чтобы сегодня открыть предприятие свое нужно соблюсти ряд условий правительство московской области разработан стандарт стандарты для практически каждой сферы для каждой отрасли экономики для условно для каждого предприятия крупные малые системно образующие или это самозанятый неважно у всех для каждого предприятия разработал стандарт в рамках кота при соблюдении которого предприятие сегодня может быть открыто об этом сейчас мои коллеги подробно расскажет но самое важное на что я хотел обратить внимание если мы с вами вместе вы и мы принимаем решение что условно строительный магазин на улице ленина завтра открывается и директор магазина подтверждает что подтверждает своей подписью что мы готовы мы готовы соблюдать вот эти установленные правила готовы следовать вот этому утвержденному стандарту наша с вами главная задача я подчеркиваю обоюдная задача мы должны не допустить возникновения очага вирусной инфекции распространения в вашем предприятии очаговая сейчас многие жители наши не видят и слава богу и многие не чувствуют что такое коронавирус но поверьте мне пожалуйста на слово мы каждый день ведем эту статистику общаемся с медиками общаемся с роспотребнадзором медики вообще у нас уже стали как наши сотрудники администрации далее мы уже стали для них как сотрудники районной больницы обстановка пока еще тяжелую и пока к сожалению на сегодняшний день пока присутствует положительная динамика по количеству заболевших но тем не менее сегодня на вы знаете и на федеральном уровне на нашем областном региональном уровне губернатором заявлено что области выполняет три основных критерия по которым ну и руководитель области роспотребнадзор главный врач допускает возможность поэтому начало поэтапного открытия предприятия но если мы принимаем решение что мы открываемся то основная задача две основных задачи строго постоянно каждый день не только по 31 мая но пока не снимется режим повышенной готовности губернатора очень четко следовать этому стандарту и вторая задача следуя этому стандарту не нарушать его тем самым не допустить возникновение очага мы не должны с вами допустить все вместе чтобы опять у нас муниципалитете пошел не дай бог резкий скачок заболеваемости вот это очень важно если на какое-то предприятие это допустит безусловно она сразу будет роспотребнадзором я извиняюсь выражение прикрыта но и другие партнеры коллеги также могут из этого пострадать также может быть принято решение что промышленность опять сворачивается на нет либо там строительный бизнес либо строй магазины либо там промтоварные что магазин хочу чтобы вы меня услышали что да с одной стороны нам важно чтобы наше учреждение предприятия индивидуальные предприниматели стали работать нам важно чтобы вы стали работать чтобы нам важно чтобы вы стали платить налоги на важно что вы стали платить заработную плату своим работникам нам все важно но тем не менее нам архи важно чтобы неукоснительно соблюдался стандарт и не было допущено возникновение роста заболеваемости сегодня сергей бористостановский расскажет о об условиях этого стандарта да вообще что такое стандарты для отраслей другие мои коллеги не знают слава евгеньевна или ольга юрьевна расскажут про те меры поддержки которые мы сегодня с вами вместе имеем на сегодняшний день хорошо добрый день коллеги очень рад вас всех видеть такое время что вот чаще мы видим друг друга в экранах телевизора но думаю это все пройдет и мы все вместе поддержку слову михаловичского о том что мы должны выйти из этого на кризис и перейти к нормальной работе я остановлюсь больше наверное михалович не на стандарте потому что стандарт это достаточно такой емкий документ который нужно изучать сидя в кабинете его выполнять безукоризненно я больше расскажу о тех механизмах представления мер поддержки для бизнеса которые подразделяются на федеральные региональные и местные меры поддержки вкратце хочу сказать что в принципе в нашем округе работает на сегодняшний день более 35 крупных и средних промышленных предприятий это численностью более 18 тысяч человек и 80 процента отгруженной продукты по всем предприятиям всем организации оборонно-промышленного комплекса это еще 6,8 тысяч людей более 9 тысяч почти 10 тысяч малых средних предприятий около более двух тысяч самозанятых и я это все к чему че эту численность прежу потому что очень много у нас работающего населения если мы выйдем завтра на работу без соблюдения от этих мер самозащиты то мы опять вернемся в самоизоляцию этого не хотели что касается перечень отраслей повышенного внимания сюда относятся это транспортная деятельность культура организации досуга развлечения спорт гостиничный бизнес туризм торговля и общественное питание образовательная деятельность бытовые услуги населения это и ремонт и стирка и химчистка услуги парикмахерских салонов красоты прачечные бани то есть спа салоны перечень отраслей повышенного риска это промышленная производство сельское хозяйство строительные отрасли предприятия жкх какие же меры поддержки основные у нас есть для вас как для бизнеса это субсидия на оплату труда работникам и иные нужды это кредит на зарплату под ноль процентов реструктуризация всех кредитных программа 30 30 30 снижение отсрочка по налогам поручительство по кредитам вот и таймы таймы промышленным предприятиям субсидии там мало среднего предпринимательства возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры отсрочка по уплате арендных платежей также еще и мы можем предоставить услуги как это льготы и освобождение от налога на землю и налога на имущество но это уже связано с налогами областными потому что они поступают местными это мы просто расскажем механизм как это делать на сегодня у нас здесь присутствует это я вот вкратце обозначил те меры и то это так это просто перечислил их а конкретно я надеюсь мы уже в диалоге пока на конкретных примерах будем разбирать каждую меру поддержки мы специально сегодня в нашей видеоконференции участвуют представители банка я вот вижу и сбербанк и промсвязь банк и и банка втб вот не вижу банка открытия но может они подсоединятся почему пригласили именно этих четыре банка потому что вся так скажем тяжесть и ответственность по представлению работы с банками это и кредиты и займы ложится на них поэтому представители банков здесь они ответят на все вопросы то же самое здесь с нами присутствует и наша налоговая инспекция которая тоже предоставит нам информацию если будут вопросы ну и они скажут свое вступительное слово по тем сферам которые зависят от них поэтому михалыч у меня пока все что хотел бы еще сказать по стандарту коллеги стандарт мы со всех предприятий собираем но не просто собираем я хочу предупредить и заручиться вашим пониманием что мы будем ходить и проверять как это стандарт применяется на практике не просто так что там прописано что все сотрудники были в масках и средствах унидальной защиты чтобы мерилась температура минимум три раза в день чтобы проводились тесты сотрудников не менее десяти процентов но мы это будем проверять комиссионном вместе с вами естественно мы хотим не просто напугать а просто чтобы действительно эта мера действовал поэтому рисовать пожалуйста вот слово если не возражает у нас галина юрина это налога инспекция может что-то скажет ну хочу напомнить первоначально что у нас в этом году принято перенос сроков представление отчетности отчетность была смещена на три месяца поэтому срок у нее был сдвинутый кроме налога на ндс по налогу на добавленную стоимость срок у нас остался 15 мая 2020 года остальные все отчетность была перенесена на три месяца также был перенесен срок уплаты налогов сроком на шесть месяцев практически по всем кроме ндс то есть налог на добавленную стоимость он уплачивается как обычно без всякого переноса это было вот такое в самом начале теперь значит хочу сказать что одной из ключевых мер поддержки организации индивидуальных предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции является представление отсрочки рассрочки платежей сроком от трех месяцев и далее до пяти лет это оговорено у нас постановлением правительства от 2 апреля 2020 года номер 409 и постановлением правительства от 16 мая 2020 года 699 значит для представления отсрочки и рассрочки должны быть соблюдены два условия первое из условий это организации и предприниматели которые входят в перечень особо пострадавших перечень оговорено постановлением правительства российской федерации от 10 апреля 2020 года 479 а 3 апреля 2020 года номер 434 от 18 апреля 2020 года 540 постановлением и от 12 мая 2020 года 656 657 постановлением а также имеет право на отсрочку организации индивидуальные предприниматели предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества это в соответствии с поставлением правительства от 3 апреля 2020 года 439 и второе условие должно быть это снижение доходов в первом и последующих кварталах не менее чем на 10 процентов или получен убыток то есть два вот этих условия может быть предоставлена отсрочка только по налогам авансовым платежам и сроковым взносом срок уплаты которых наступил уже в 2020 году то есть по старым долгам отсрочка никакая не представляется могут не подавать заявление об отсрочке это субъекты малого и среднего предпринимательства которые вошли вот более пострадавшие но у них не наступил срок уплаты в связи с тем что был перенесен вот срок задача отчетности срок уплаты когда у них наступит срок уплаты они могут тогда обратиться за отсрочкой и также у нас не подают получается заявление об отсрочке и рассрочке это предприятие организации и индивидуальные предприниматели которые у нас не вошли вот получается по акведу по постановлению которые оговорены более пострадавшими по состоянию на 1 марта 2020 года то есть данные берутся об основном акведе на 1 марта 2020 года и которые вошли к постановлению значит заявление об отсрочке представляет может быть представлено до 1 декабря 2020 года документами служащими для представления отсрочки это является заявление налогоплательщика и обязательство соблюдения условия отсрочки рекомендуемые заявления они есть опубликованные на интернет-сайте фнс россии то есть все формы которые должны представляться для отсрочки сроком более шести месяцев плательщик должен предоставить график погашения задолженности и обеспечения в виде залога поручительства или банковской гарантии куда плательщик у нас обращается плательщик обращается за представлением отсрочки по месту нахождения организации или места жительства индивидуального предпринимателя крупнейшие плательщики обращаются в инспекцию где они стоят на учете по получается признаку крупнейшего налогоплательщика ну какие преимущества дает эта отсрочка или рассрочка то есть на предоставленную отсрочку или рассрочку пени не начисляются те пени которые были начислены ранее по ним принимается нулевая ставка и пересчитывают цепени сумма налогов по которым предоставлена отсрочка они не взыскиваются до наступления срока но и справки когда берут плательщики для каких-то необходимо представление в какие-то органы там данные это задолженность не учитывается до наступления срока получается для того чтобы получить эту отсрочку у нас плательщик должен обязательно отчитаться так как мы должны прочитать будем есть у него убыток если снижение выручки соответственно еще сдать другие отчетности по которым отсрочка они просят отсрочку по налогу на имущество и по земельному налогу отчетности не требуется они в заявлении про пишут конкретную сумму которую они хотят получить отсрочку но она соответственно должна соответствовать расчету своему но также еще хочу сказать что по как раз вот транспортную налогу и земле они указывают только конкретную сумму так еще организации которые стратегия они к нам за отсрочка не обращаются они должны выйти за отсрочка в минэкономразвитии потому что у нас есть такие уже организации которые обратились но они подпадают под особый порядок поэтому они обращаются в минэкономразвитии но это постановление которое должно им уже предоставлять отсрочку до нас еще не доведено оно еще разрабатывается поэтому они напрямую обращаются туда своим в минэкономразвитии в письменном виде о представлении отсрочки но еще хочу Я хочу сказать, что если у нас есть такие платильщики, которые написали заявление не по форме, а хотят отсрочку, то есть мы им дали разъяснение конкретное по данному вопросу, куда им обратиться, в какой форме и что, то есть они имеют право подать второй раз заявление, если они подпадают под критерии организации, которым представляется отсрочка. Ну, это вот под срочки и рассрочки как бы вот такое основное. И вот хочу еще я нам слово предоставить моему заместителю Юлию Васильевну Кузнецовой. Она сейчас расскажет по субсидиям, так как конкретно уже занимается субсидиями. На сегодняшний день у нас очень много подано заявлений по субсидиям. Юлия Васильевна, скажите. Здравствуйте. Ну, 576-м постановлением у нас принято правительством, что мы имеем право заявление обрабатывать на получение субсидии. Чтобы получить данную субсидию, необходимо подать заявление или в электронном виде, или по почте, или вот у нас стоит около входа в налоговую инспекцию в бокс, можно туда отпустить данное заявление. Для того, чтобы проверить себя, подходит ли организация или индивидуальный предприниматель под выплату субсидий, можно на сайте налогового, на сайте ФНС, налог.ру, и в разделе «Ваш бизнес пострадал», называется так раздел, или получить субсидию от государства. Ну, хочу сказать, что для того, чтобы получить данную субсидию, у нас несколько критерий есть. Это предприятия и индивидуальные предприниматели, которые включены на 1 марта 2020 года в реестр малого и среднего бизнеса. Также АКВЭД, который, вид деятельности, особо пострадал. Также компании, которые не находятся в стадии ликвидации банкротства. Дальше предприятия и индивидуальные предприниматели, которые не имеют задолженность более 3 тысяч рублей. И также предприятия, которые до 15 апреля подали отчетность в пенсионный фонд. Все это можно на сайте себя проверить, прежде чем подать данное заявление. Выплата производится в размере 12 130. Для индивидуальных предпринимателей, которые не имеют работников, дается 12 130 ежемесячно, то есть за апрель и за май. Организации индивидуальных предпринимателей, которые имеют работников, расчет производится так. Для организации количество работников умножается на 12 130. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, количество работников умножается на 12 130, плюс сам индивидуальный предприниматель. Выплата производится за апрель и за май месяц. Заявление подается за апрель с 1 мая по 1 июня, а за май нужно подать заявление с 1 июня до 1 июля. На сегодняшний момент у нас подано заявление 1514. Все они в работе, обрабатываются и уже пошли выплаты из федерального бюджета. То есть мы уже, видимо, по ресурсу, некоторые предприниматели уже получили данные средства. Так, у нас, наверное, вот все основное. Вопросы, если есть, то мы ответим на них. Значит, коллеги, давайте мы поступим так. У нас же еще можно в чат писать. Поэтому, Екатерина, у вас просто не включен микрофон. Мы видим, перечеркнутый он красным. Если не получается впрямую задать вопрос с голоса, давайте будем писать в чат. У нас все пишется, мы на все вопросы ответим. Поэтому я предлагаю дать слово банку еще. И какие потом вопросы будут, мы в общем режиме давайте это все обсудим. Добрый день, коллеги. Добрый день, Михаил Юрьевич. Добрый день, Сергей Баисович. Банк ВТБ предоставляет, так сказать, несколько услуг, которые, так сказать, действуют в настоящее время в условиях пандемии. Я в связи с этим хочу предоставить слово человеку, который более детально расскажет об этих условиях, начальнику отдела ВТБ, Сорокина Ольги Михайловна. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Добрый день, в рамках ВТБ, в банке ВТБ действует несколько программ по поддержке предпринимательства малого бизнеса, малого и среднего бизнеса. Одна из программ, которые действуют на текущий момент, это программа, которая, льготная программа, которая направляется на цель выплаты заработной платы сотрудникам компаний-заемщиков. В рамках постановления 422 правительства. Ключевые условия и особенности этой программы – кредиты предоставляются клиентам, которые включены в единый реестр субъектов малого предпринимательства. Во-вторых, она рассчитывается на сотрудников-заемщиков, которым планируется выплачивать заработную плату за счет кредитных средств на счета сотрудников, на карты и счета в любых банках. Срок кредитования данной программы – 12 месяцев. В рамках этой программы 6 месяцев идут годного периода, то есть под 0% кредита. Дальше вторая программа – это реструктуризация действующих клиентов банка, где предоставляется отсрочка действующих, погашение действующих платежей на срок от 6 до 12 месяцев. И то по индивидуальным запросам клиентов. То есть есть клиенты, которые хотят на 6 месяцев, просят отсрочку по основному долгу процентам. Есть клиенты, которые просят отсрочку до 12 месяцев. То есть всем предоставляется, рассматриваются, в принципе, все клиенты, которые с этим обратились, уже рассмотрены. И предъявлено в действие. Список документов минимизирован, да. И третья программа – это программа льготного, нет, льготного кредитования. Под 8,5% программы, которая стимулируется корпорацией, реализуется корпорацией МСП. Можно кредитовать любых клиентов по данной программе, под 8,5%. Поэтому всем клиентам, которые заинтересованы в данных программах, обращайтесь в офис банка ВТБ. Сергей Борисович, эти три программы действуют только на сегодняшний день. Программы разрабатываются и на конец мая, и на июнь они будут, программы, расширяться. Поэтому мы будем в любом случае, с учетом вот этих колл-конференций, мы будем расширять, вернее, доносить до предпринимателей нашей программы, и доводить более детально до каждой из них. Поэтому мы каждого из них, конечно, ждем и будем стараться помочь вытащить и предприятие, и район в целом. Коллеги, я что хочу обратить внимание, вот сейчас я дам слово еще и промсвязьбанку, и Сбербанку, что вот эти все программы именно разработаны с участием правительства, как и федерального, так и регионального, именно на этот период для поддержки именно в это сложное время. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, при правительстве Московской области создана вообще целая группа. Если коллеги банки вас там не услышат, хотя я в этом сильно сомневаюсь, приходите к нам, обращайтесь, будем совместно собираться и решать проблему персонально. Также обращайтесь к нам в торгово-промышленную палату и в Центр поддержки предпринимательства, это и коллеги из банков касается, чтобы найти и дойти до каждого предпринимателя, мы готовы собираться хоть каждый день и помочь бизнесу встать на ноги, потому что это нам нужно и не только вот нам как чиновник, а именно больше вам как бизнесу и как жителям нашего района. А пока сейчас вот, Татьяна Валентиновна, пожалуйста, вам слово. Я думаю, все те же программы и у вас применяются. Ну, просто что-то может у вас есть сказать еще нашим коллегам. Добрый день, уважаемые коллеги Сергей Борисович, Сергей Михаил Юрьевич. Уважаемые предприниматели, в нашем банке существует несколько программ поддержки предпринимательства. Я сейчас подробно остановлюсь на самых ключевых. Первое – это поддержка кредита на зарплату, поддержка предпринимательства. У нас два вида программ. Первый вид – это кредит, называется «без бумаг зарплатный» для новым и действующим клиентам, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, относящиеся к программе 209-го федерального закона, как категория микропредприятия или малое предприятие. Также кредит зарплатный для всех клиентов, юридических лиц и предпринимателей до 60 миллионов рублей. Это не относящиеся к категории микро и малое предприятия. Следующее условие. Микро и малое предприятие. Кредит оформляется тремя частями, исходя из двух минимальных размеров оплаты труда, но не более 2 миллионов рублей за один транш. С первого по шестой месяц программа идет 0%, с седьмого по двенадцатый месяц программа идет 3,5%. Отсрочка платежа составляет, таким образом, 6 месяцев. Для предпринимателей крупных отсрочка платежа 6 месяцев, но не более 30 ноября 2020 года. Ставка такая же 3,5%. Мораторий на досрочное погашение существует только на первые полгода. Далее клиент сам предпринимает решение либо досрочно гасить, либо продолжать платить в течение оставшегося полугодия. Соответственно, для этих предприятий, которые подадут заявку, они должны входить в список АКВЭД согласно утвержденной правительственной комиссии. Также у нас есть программа реструктуризации онлайн-кредитов, которые включены в программу поддержки Минэкономразбития. Это программа субсидирования льготной ставки, которая действует в период с 1 апреля по 1 октября. Банк представляет отсрочку по оплате основного долга или оплате основного долга и процентов на 6 месяцев. Также у нас есть льготная программа кредитования на кредит зарплатный предприятий, касающихся гособоронзаказа. Это условия индивидуальные рассматриваются при подаче заявки непосредственно в офис банка, не по каналам электронной связи. Также на условиях поддержки предпринимательства у нас сейчас запущен очень интересный продукт для производителей. Это продукт онлайн-факторинг для поставщиков. То есть заявка подается на сайт банка, и в течение получаса можно получить одобрение по этому кредиту, по факторингу, если предприятие отгружает на торговые сети. Собственно, все. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Да, спасибо, Татьяна Валентиновна. Ну, я думаю, мы вкратце еще дадим небольшое слово Алексею Шиндину, это представитель Сбербанка. Ну, и уже, наверное, перейдем к вопросам. Коллеги, вот в чате групповой, где у нас есть, пишите вопросы. Вот я пока вижу только от Александра Прохорова вопрос. Мы сейчас прокомментируем. Все, Алексей, пожалуйста. Вкратце повторяться не надо. Это понятно, что у нас есть программы, те программы, которые интересуют наших предприятий. Юрий Варисович, я понял. Я постараюсь кратко и живенько. Мы, как банкиры деятельные, конечно же, не сидим сложа руки в период самоизоляции и находим какие-то возможности совместно с нашим бизнесом, с местным, с муниципальным, с региональным бизнесом. Ну, к примеру, я знаю несколько предприятий, которые перепрофилировались и выпускают вот такой вот септик для обработки кожи рук, дверных ручек и так далее. Лично знаю там двух предпринимателей, которые подсуетились и это делают. Вообще, кризис, говорят в переводе с китайского, иероглиф кризис означает как опасность, так и возможность. Но вот одна из возможностей – это септики. Еще из интересного, что сейчас происходит, например, выстроил такой продукт, как интернет-экваринг. В обычное время, может быть, не такая была популярная история. Сейчас, с учетом онлайн-доставок, такой продукт стал более интересным. Помимо кредита, кредит под зарплату под ноль, Сбербанк, естественно, является оператором этой госпрограммы, есть еще две интересных истории, хотел анонсировать. С 1 июня дополняется эта программа и будет кредит под 2%, про который говорил президент. Чем отличается от зарплаты под ноль? Он охватывает более широкий список предприятий, там больше акведов. И эти 2% можно, кредит под 2% можно направлять как и на зарплату, так и на погашение там ранее взятых кредитов, в том числе по субсидированную ставку, так и на текущую деятельность. Я с Ивеней Бурковой ролик отправил Сбербанк про этот кредит. Там одна минута, к сожалению, сейчас посмотреть, возможности нет. Я тогда попрошу всем участникам конференции эту историю разосплать. В госпрограмму Сбербанк есть своя еще история. Это кредит называется 1 треть процентной ставки. Если малое предприятие, имеющее кредит в банке, попало в тяжелое положение ввиду наличия общих ограничений, например, там ресторан закрылся, или еще какая-то явная история, говорящая о снижении или обнулении выручки, мы даем рефинансирование кредита с выплатой только 1 треть действующей процентной ставки. 1 треть на себя берет сам Сбербанк, по факту прощает, а 1 треть возмещается за счет государственных и региональных программ. Это тоже интересная история, это тоже работает. По статистике я тоже отправил на Светлана Евгеньевна презентацию, ее можно отправить на всех участников. Сбербанк на один день свою работу не прекращал. Все меры по предосторожности соблюдает. И статистика такая, в состоянии на сегодня примерно 90% реструктуризации и выданных кредитов в целом по бизнесу это проходит по системе Сбербанка. Сергей Борисович, у меня все, я тоже на вопросы готов отвечать. Да, конечно. У меня вопрос будет от предприятия НИИР. Задан был мне лично, так получилось. Предприятие не является субъектом МСП, не входит в перечень предприятий пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Какие льготы и послабления предлагаются на сегодняшний день? Предусмотрена ли компенсация затрат на реализацию мероприятий по соблюдению стандартов? Ну, коллеги, хочу сказать о том, что список АКВЭДов или, как мы говорим, пострадавших предприятий постоянно расширяется. И вот уже 16 мая вышло новое представление, где добавили и разделили. По АКВЭДам и по субсидиям, которые вы обращаетесь в налоговую инспекцию, Юлина, подскажите, то есть действует только основной вид АКВЭДа, или можно уже и по дополнительному АКВЭДу подавать к вам заявки? Ну, на этот вопрос пока на сегодняшний день дано распоряжение, что предприятия и индивидуальные предприниматели попадают только по основному виду АКВЭДа. То есть, вот, я не знаю, здесь задает Прохоров, да? Да. Что по второму виду АКВЭДа предоставить субсидию. Нет, по второму АКВЭДу на сегодняшний день пока не дается. Дается только по первому основному АКВЭДу. И он берется предприятию, которое присвоено на 1 марта 2020 года. Ну, к сожалению, пока так, но вот правительство постоянно в процессе как... Ну, что-то меняется, поэтому если будут какие-то изменения, мы всегда помещаем это или на сайте администрации, или в СМИ, или где-то. Все равно, когда расширяется, мы даем информацию. Поэтому на сегодняшний день только дается по первому АКВЭДу. Услышали. Коллеги, еще вопросы? От Сурова Алексей Анатольевич, да, предприятие НИИРП. Предприятие не является субъектом МСП, не входит в перечень предприятий, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Какие льготы и послабления предлагаются на сегодняшний день? И второй вопрос. Предусмотрена ли компенсация затрат на реализацию мероприятий по соблюдению стандартов? Вот такие два вопроса. Ну вот, с последнего, по поводу того, что на соблюдение стандартов сегодня как раз выступал Вадим Ильич Хромов, то, что в стандарте нам надо, вернее, предприятиям сделать анализы как минимум 10% работающих, плюс средства индивидуальной защиты, СИЗА эти, пока по вопросу возмещения не решен. Как минимум разрабатывается или может уже принято решение, пока точно не могу ответить, уточним, что эти затраты будут входить в себестоимость продукции. Какие вы можете получить льготы, так как вы не попали в перечень пострадавших организаций? Ну, только вот банковский продукт, обращайтесь в банки, если вот льготные какие-то кредиты, реструктуризации, они смогут в рамках своих программ помочь вам. Каких-то других мер поддержки? Ну, может быть, еще, если вы сдаете в аренду площади какие-то, и у вас есть арендаторы, тогда вы можете при соблюдении определенных правил, ну, таких как минимум, что вы даете не менее 50% льготу своим арендаторам, и у вас арендаторы не снижаются менее 90%, то тогда вы можете попросить у правительства области льготу по налогу на имущество. Но, опять же, это все индивидуально, давайте мы ваш вопрос возьмем в разработку и попробуем как-то вам помочь, если вы реально пострадали. Потому что даже вот налоговая инспекция говорит о том, что должно быть, ну, как минимум, падение производства. Потому что у нас есть отрасли, которые, ну, так скажем, на этой ситуации, наоборот, подняли свое производство и расширили свои возможности. Вы знаете, вот все, что вы сегодня транслируете, вся эта встреча, ну, это вы рассказываете федеральные законы, которые были во всех средствах массовой информации, так или иначе, до всех людей донесены. Мы на прошлом, на прошлой видеоконференции обсуждали ряд мероприятий, которые бы хотелось бы увидеть от регионов, вот что область в дополнительной мере к поддержке на федеральном уровне готовит или готова предложить. Ведь речь идет о пострадавших отраслях, но туристический бизнес – это не драйвер экономики, с моей точки зрения. Есть локомотивы, производство, стройка. Если стройки помогли, так или иначе, да, субсидирование, там, процентные ставки по ипотеке, еще какие-то мероприятия, то для производственных предприятий – зеро. Спасибо. Ну, правительство Московской области, я уже назвал, оно все равно помогает, да, конечно, в первую очередь пострадавшим предприятиям, которые приняты федеральным законам и областным законом. Тут мы ничего поделать не можем. То, что дают отсрочку по налогу на землю, по налогу на имущество. Пока других мер поддержки нет. Ну, и вот этот продукт по заработной плате и по кредитам, рассрочкам и отсрочкам. Ну, и плюс общий, то, что вот Галина Юрьевна сказала, по сдаче отчетности, налоговые льготы и отсрочки на приостановке блокировки расчетных счетов и продления действий лицензий, то, что необходимо заново обновлять. Пока другого ничего нет. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно, да? Да, слышно. Дело в том, что есть компании, которые не входят в особо пострадавшие. Все меры у нас озвучиваются про особо пострадавшим. То есть уже получается так, что как только участвуешь в подобных мероприятиях, можно сразу отключаться, когда, поскольку речь всегда идет только о пострадавших, как бы, ну, которые у нас включены в постановление правительства. Насколько я знаю, что правительство Московской области тоже проводило опрос, ну, по крайней мере, наша компания участвовала в этом опросе где-то недели три назад по поводу других ОКВЭДов. Вот, но дальше никакой информации нет. Все-таки был ли этот опрос обработан? Значит, какая-то публичность должна в этом вопросе быть. За какие отрасли просят правительство Московской области или вообще не просят? И, как бы, вот этот опрос, он просто так для отвода глаз был проведен, и на этом все остановилось. Хотелось бы, может быть, как бы, администрация Сергея Посадского городского округа запросит эту информацию, поскольку нигде я ее не нашел. Артемий, ну, мы разместим на сайте администрации, на сайте торгово-промышленной палаты, центра поддержки. Мы запросим, конечно, ту информацию, что сделано, обработаны ли эти запросы или нет, и будем обновлять ту информацию по расширению ОКВЭДов предприятий, которые могут получить ту или иную помощь. Компания НИИРП, которая обратилась с вопросом по предоставлению льготного кредита и которая не входит в перечень предприятий с кодами ОКВЭД по правительству, мы готовы пригласить и профинансировать по программе реструктуризации Минэкономразвития. Вот, отлично. Мне бы хотелось рассказать вкратце о мерах поддержки, связанных с отрочкой по арендной плате за муниципальное имущество, имущество, находящееся в собственности региональной и федеральной. Ну, наверное, многие из вас уже знают, что нормативно-половая база в этой части уже разработана и утверждена. У нас на сегодняшний день на территории округа большая часть договоров аренды, арендаторы которых нуждаются в такой поддержке, это договоры аренды, связанные с арендой земельных участков гособственности до разграничения. Это просто мы понимаем, исходя из того объема заявлений, который на текущий момент поступает. Точно такой же нормативно-правовой акт разработан и утвержден на уровне муниципального, в отношении муниципального имущества и земельных участков. В частности, речь идет об отсрочке арендной платы на период с 1 марта по 1 октября. Если говорить детально, то с 1 марта до момента снятия меры отсрочка по арендной плате будет составлять 100%. С момента снятия мер повышенной готовности до 1 октября 2020 года, эта мера будет в размере 50%. При этом арендатор самостоятельно выбирает способ, не способ, а график погашения этих платежей, но не позднее 2022 года. Что для этого нужно? Для этого необходимо подать заявление любым способом, можно путем обращения в администрацию из электронных почтов, либо через портал МОСРЕХ, там есть такая услуга, срочка по уплате арендной платы. Это заявление поступает в администрацию, арендатору нет необходимости рассматривать, то есть оценивать себя как лицо, которое может получить эту меру или не может. То есть арендатор просто подает заявление, прикладывает документ, удостоверяющий личность и указывает реквизиты договора аренды. Дальше администрация самостоятельно рассматривает, запрашивает необходимые документы и в течение 7 дней, рассмотрев заявление, направляет уведомление. После того, как меры уведомления о том, что подходит ли под критерий арендатор, либо не подходит. В случае принятия положительного решения, после снятия меры администрация подготовит дополнительное соглашение и подпишет его с арендатором. На сегодняшний день основным критерием для определения возможности получения отсрочки является основной вид деятельности, который указан в перечне правительства Российской Федерации, правительства Московской области. На сегодняшний день этот перечень мы расширили в отношении муниципального имущества земельных участков. У меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Вопрос от Екатерины, у которой, к сожалению, не включился микрофон. Основной вид деятельности зрелищно-развлекательный АКЛЭД 93-29-9. Сайт выдает, что выплаты не положены, а по телефону горячей линии сказали, что субсидии положены. Не совсем понятно в результате, положены ли выплаты или нет. И также добавили, что на усмотрение местной инспекции налоговой службы решение остается по выплатам ИП. Спасибо. Тут Екатерина, а вы в нашу налоговую инспекцию-то обращались? Галина Екатерина, а вот предприниматели где-то могут самостоятельно посмотреть или проанализировать, то есть заявление не положено, не положено? Сергей Борисович, получается, те категории, которые подпадают, они смотрят на сайте, АКЛЭДы все опубликованные. Если они туда не подпадают, значит, соответственно, им субсидии не будет. Ну или, в крайнем случае, они могут нам подать заявление, тогда мы его рассмотрим, и будет официально у них или отказ присланный, или официально подтверждение будет. Понятно. Услышали? 93-й код, он попадает. Вот посмотрели еще, Сергей Борисович? Да. Вот кто там задавал вопрос, посмотрели, вот у нас здесь это, сразу зам посмотрел, 93-й код вообще по сайту, он попадает под субсидию. Поэтому пусть заявление подают, будем рассматривать. Все, хорошо. Если он основной код. На 1 марта, если это основной код. Уточнение. Вопрос от Светланы Бильярдная, на улице Карла Маркса, дом 7, АКВЭД 77-21. Прокат и аренда товаров для обык и спорта не входят в перечень. Зал закрыт, аренда большая. Получается, что наш бизнес особо не пострадал. Можем ли мы получить какие-то льготы? Нет. Только по перечню АКВЭДов они получают субсидию, или получается по перечню малого и среднего предпринимательства отсрочку только если оформить. Коллеги, вот вопрос по поводу стандарта. Говорите, можно и любые вопросы, связанные с бизнесом. Что можем мы ответим сразу, что нет возьмем на проработку и персонально свяжемся и ответим. Вопрос по стандарту выполнения требований. Перечень медорганизации, где проводить тестирование рабочих на коронавирус в нашем районе. И сразу второй вопрос по поводу возможности использования средств, отчисляемых ФСС на выполнение требований на закупку антисептиков, масок или... Но по первому вопросу, где мы уже разместили информацию и повторим еще раз на сайте торгово-промышленной палате, администрации, центра поддержки, то есть есть перечень, где можно проходить и делать тестирование. Причем это делается выездное, подается заявка, они приезжают и от количества работников, ну или от количества проводимых тестов, и зависит еще и стоимость. К сожалению, стоимость сегодня варьируется там от полутора тысяч рублей, там 1500-1900 рублей. А по второму вопросу я не понял еще раз, что какие деньги использовать на это? Я что-то не слышал такого. Что деньги, перечисляемые в ФСС, можно использовать на... Средства, отчисляемые в ФСС, использовать на компенсацию расходов в связи с приобретением масок, антисептиков. Это ваше предложение или вы где-то это прочитали, что это можно? Ну, я прочитал, что ФСС может, но оно не обязано это делать на их неусмотрении. Они рассматривают. Не могу сейчас сходу ответить, вопрос возьмем на проработку и тогда свяжемся с вами. Ну и разъясним, если такое возможно, и ФСС может эти деньги использовать на СИЗы, ну или зачитывать вам в уплату ФСС, ну тогда мы... Добрый день всем присутствующим. Вопрос у меня связан с одним из положений стандарта, который говорит об обеспечении безопасности людей при перемещении на работу. Сергей Борисович, мы как-то накануне общались по телефону, я этот момент подсвечивал. Вот, вопрос у меня следующего характера. Согласно стандарту, давайте так, мы работодатели теперь обязаны обеспечить перемещение людей на рабочее место в безопасных условиях. При этом прописаны там полтора метра социальная вот эта норма, да. Вот у нас в данном случае, конкретно в нашем предприятии находятся люди с Мытищ ездят к нам и ездят с Александром. То есть очень большой охват. Есть общественный транспорт, который называется электричка. Соответственно, никаким образом железная дорога или кто там, Минтранс, да, не озадачился тем, чтобы пропускаемость увеличить по электричкам, выпустили всю область на работу там с 18-го числа. А расписание осталось прежним, социальные нормы не поменялись. Электрички с людьми едут, автобусы едут с людьми. Но ответственность за это возложили торжественно как бы на нас. Почему я задаю этот вопрос? Потому что сегодня нам звонила область, куда мы отправили вот эти вот стандарты, да, ну, подтверждения наших стандартов, которых мы расписали в том числе, что сокращаем. У нас, к счастью, рядом станция, и люди без маршрутки могут дойти до рабочего места с электрички. Но осуществлять междугородние перевозки, мне надо тогда как лицензию получить, купить технику, нанимать маршруточников это нереально, они отказываются заниматься санитарной обработкой и нести ответственность за моих людей. Вот у меня вопрос, как быть с некими, ну, невозможными и утопическими требованиями. То есть нам к этому относиться с полной мерой серьезности, тогда мне надо остановиться, написать письмо по кооперации и сказать, что, ребят, в связи с такими вот требованиями я вынужден сорвать гособоронзаказ. То есть тут кабинка непонятная, не совсем нам понятная, причем сегодня был звонок из области с агрессивной позицией. Если вы не можете купить или найти маршрутки, останавливайте производство. Если я остановлю эти маршрутки, то у нас будет, как бы, ну, очень большой скандал, потому что я не смогу делать то, что я должен. Вот, вилочка, подскажите, как в ней правильно нам действовать? Спасибо. Да, Алексей, спасибо за вопрос. Я думаю, что Минтранс, который доставляет и обеспечивает междугородные перевозки, что электрички, что автобусы, он сам по себе должен соблюдать те стандарты, которые и вам же предписывают. А по поводу того, что написано в стандарте, что вы обязаны обеспечить доставку, ну, я уточню этот вопрос, и тогда доведем по этому вопросу. Но я не думаю, что вы должны покупать «Газели» и перевозить своим транспортом всех работников. На это есть у нас Минтранс, и вы просто не выйдете. И действительно, вам нужны будут тогда лицензии. Уточним, хорошо, и я с вами свяжусь. Спасибо. Коллеги, хотел сказать, что по поводу тестирования вот этого обязательного 10% сотрудников с определенной периодичностью на COVID-19 у Сбербанка, дочерние компании Док-Док оказывают такие услуги. К сожалению, так как мы далеко от МКАДа находимся, у нас выезд на взятие тестирования биоматериала, там, вот 50 человек, мы можем с кем-то скооперироваться, там, в 2-3 адреса, чтобы было итоговое 50 человек. Такие возможности есть. Также у нас там Сбербанка страхования сейчас может быть, ну, тоже актуально для, в качестве социальной ответственности, страховка тоже от COVID-19, в случае, если ваши сотрудники, не дай бог, с ними что-то случилось, я имею в виду даже что-то базовое, они ушли на больничный, то там какая-то ежедневная, ну, в зависимости от пакета, там есть ежедневная оплата этого больничного, возможность также в страховку входит взятие анализа проба на COVID и телемедицина, там, несколько звонков доктора по телемедицине. То есть тоже такие услуги есть, обращайтесь, пожалуйста. Вопросов у нас больше нет, поднятых рук нет, в чате вопросы закончились. Михаил Юрьевич, у вас слово. Первое, что хотел спросить. Алексей, по-моему, да, вот по поводу транспорта, слушайте, нет, никакие газели вам покупать не надо. В этих стандартах речь идет о чем? Что вы должны у себя на организации организовать одним из элементов, да, как это правильно сказать, вступительный температурный контроль. Самое главное, вы должны у себя закрепить ответственное лицо. Как губернатор сказал, стюарта, который должен целый день ходить в красном колпаке, в красном жилете, быть, чтобы его все видели, и он должен четко следить за соблюдением стандарта. Газели покупать вам точно не надо, соответственно, лицензию никакую покупать надо. Но, когда сотрудники приходят на рабочее место, заходят на территорию предприятия, пожалуйста, должен быть уже организован входной температурный контроль. И самое главное, что не написано в этих стандартах, но вы должны четко понимать, и что с нас требует тот же Хрома, чтобы мы с вами общались, вам рассказывали и помогали, что директор предприятия, магазина, неважно кого, руководитель администрации должен четко знать, как вот, знаете, как в армии прописаны все мероприятия на все случаи жизни. Вот если в процессе, в ходе рабочего дня у какого-то сотрудника выявлена, установлена повышенная температура, директор должен четко знать, должен быть алгоритм действий, куда звонить, по какому телефону сотрудника отправить домой, вызвать скорую помощь, либо вызвать на предприятие скорую помощь, ограничить круг контакта, определить круг контакта, с кем он контактировал, решить вопрос, что с этими контактами мы будем делать. Вот тут еще очень важно, коллеги, я вот на это тоже хотел бы обратить внимание. Галина Юрьевна, вот я вам звонил, вы просто на связи не заметили мой звонок, а вопрос такой, вот просто вот Алексей Анатольевич спрашивает, он так и не услышал ответа на свои вопросы по НИРПу, да, а у нас разве какие-то ли льготные, скажем так, налоговые каникулы, налоговые отсрочки только для ресторанов и кафе, то есть для пострадавших акведов и отраслей экономики, либо нет? Вот скажите. Нет, но у нас еще есть отсрочка, которая по 64-й статье налогового кодекса, ее никто не отменял, то есть в общеустановленном порядке, кроме как постановление правительства, поэтому могут пойти за отсрочкой в общеустановленном порядке, ну а так по отсрочке это именно те, которые у нас вот соблюдают два вот этих... Это по отсрочке, Анатольевич Анатольевич, а вот то, что Владимир Владимирович Путин сказал, второй квартал налоги не платят, это все, либо только те, кто пострадал, установленные? По данному вопросу у нас еще информации никакой нет, то есть это общая поступила информация от нашего президента, а конкретно постановление и инструктивного материала, к кому это будет применяться и как это будет отсрочка действовать, мы пока ничего не получили, так как второй квартал у нас еще не наступил и сроки не наступили. Просто я хотел вопрос для всех, а разве освобождение сначала там налоговые каникулы с возможностью погашения их в течение двух лет, да, либо вообще не надо платить налоги, кроме НДС, да, за трой квартал, разве это не мера, да, это федеральная мера, чтобы поддержки, но разве это не мера, Алексей Анатольевич, разве это не помощь предприятию, в том числе и НИРПУ, это как вопрос. Я почему ставлю особое внимание на налогах, потому что мне каждый день мои финансисты приходят и плачут, вот я при Сергееве Борисовиче это говорю специально, денег нету, Михаилович, все, режем бюджет, денег нету, никаких детских площадок не будет, а это, слушай, не понимаю, а как нет денег, если все налоги платят, никому, никого никаких льгот нету. Михаил Юрьевич, я хочу сказать, что вот по первому кварталу мы все индикативные показатели выполнили, у нас идет прирост к прошлому году, апрель мы тоже выполнили, идет прирост к прошлому году, как бы нет у нас провалов в исполнении бюджета, поэтому организации, с кем мы сейчас вот уже идет май месяц и общаемся, то есть они основные налоги, которые им нужно, они будут платить, то есть у нас только пока вот КХЗ под вопросом, у него он просит отсрочку в 75 миллионов по имущественным налогам, но они относятся к стратегам, поэтому мы как бы общаясь с организациями особого провала никакого не видим, а то, что касается второго квартала будет и предоставлено, так скажем, что не будут платить налоги и все, такого еще как бы нету, никакого инструктивного материала, да, это будет еще в будущем, мы пока вот разговариваем про первый квартал, потому что сроки были сдвинуты и отчетность только представили по первому кварталу. Еще вот кто-то задавал вопрос, что все федерация федерация, а что делает, что регион, просто как в довесок дополню, что для предприятий, которые работали или сейчас будут открываться работать, есть такая региональная мера поддержки, это не касается пострадавших отраслей экономики, как льготные займы для промышленности в фонде развития промышленности Московского, Сергей Борисович не вот уточнил вот эту. Вот я вопросы читаю, вижу, Саш, ты по-моему его читал, да, про Белярну на Карла Макса? Коллеги, вот тоже, я так понял, не получили ответ, но Сергей Борисович про это сказал, вам надо идти к собственнику, к некому фамилии Пасахно, к собственнику этого, что помещение, насколько я знаю, и трясти с него, извиняюсь за выражение, отсрочку по аренде. И тогда, и тогда у него, то есть вы тогда получаете льготу, не отсрочку, а скидку по аренде. А тогда у него, как у собственника, при обращении к нам, у него появится возможность отсрочки по налогу на имущество, ну и налогу на землю, это наше решение муниципальное. Вы вот тоже со своими собственниками, пожалуйста, не скидывайте все проблемы, да, вот на кого-то. Губернатор один раз правильно, что заметил, когда, кстати, также общался со бизнесом, что от какого слова предприниматель, нам вот Алексей учил про китайскую пословицу, да, что такое кризис, здорово, на самом деле интересно. А предприниматель, от слова предпринимать, вы так тоже немножко предпринимайте про активность, что позицию, идите к собственнику и говорите, слушайте, вот сейчас у всех плохо. Вот этот наш бизнес просто, о чем хочу сказать, у нас есть пример, у нас есть торговые ряды. Как я знаю, что руководство самих торговых рядов, они пошли проактивно, они не стали никого ждать, никакие мироподдержки. Те предприятия, это второй, третий этаж, который закрылся, они им сразу скинули 50% скидку на аренду. А потом уже пришли к нам и попросили, слушайте, ну вот мы своих арендаторов любим, уважаем и гладим. Помогите нам, пожалуйста, тоже. И им пошли навстречу. В части налога на имущество областного налога и налога на землю. Я просто нацеливаю на то, что, а вот если не получается у вас, как у арендаторов договориться с собственником, тогда давайте будем помогать вам вместе в ручном режиме, приходите к нам, будем с собственниками встречаться. Такой же вопрос у нас был по трикотажной фабрике, там собственник другой. может быть не очень корректно говорить так, при других, без них и на общий круг, но мне кажется, там какие-то личностные внутренние причины есть, потому что, на мой взгляд, не совпадает ставка арендной платы с договорной ставкой арендной платы и фактической. Наверное, понимаете, о чем я хочу сказать. Даже при Галине Юрьевне извиняюсь, это говорю. То есть нужно работать с собственником, я просто это хочу сказать, а не получается, приходите к нам, будем стараться помогать. Но это ваше обоюдное отношение. А сейчас все условия, чтобы получили скидку вы и получил скидку собственник, все до юра оснований есть. Просто нужна ваша тоже проактивная позиция. Еще какие-то, Саш, вопросы я вот листал и не вижу. Что-то еще мы пропустили. Коллеги, есть еще у кого какие-то вопросы? Светлана, я вижу, поднимает руку, да? Да, давай, пожалуйста. Включен, слышно меня, да? Да, слышно. Михаил Юрьевич, мы были, беседовали мы с арендатором уже два месяца, наверное, с ним беседуем. Вот буквально утром сегодня встречались. Слышно меня, да? Да, да, да. Вот, значит, видимо, значит, не понимает арендодатель вот этого положения 439-го. Он считает, что оно к нему не будет относиться, поскольку он тоже не попадает по этим АКВЭД на вот эту льготу. Не идет он на эти условия, которые мы просили и скидку, и говорили про торговые ряды, и говорили про, что другие арендодатели. Видимо, он не очень дорожит своими арендаторами, поскольку, наверное, центр города, и считает, что вообще-то он найдет других. Условия он ставит достаточно жесткие, он дает отсрочку, но условия очень такие, только на полгода. Вот, и вот так. Поэтому мы сделали свое дело, в общем-то, да, поэтому... Сергей Борисович, тогда берите к себе в работу, Светлану, и давайте на одном примере постараемся отработать. Либо всем скажем, что мы молодцы и помогли, либо мы всем скажем, что мы не молодцы, и помочь не смогли. Просто, Михаил Ильич, там, на самом деле, в центре очень много кафе-ресторанов, да, и вот они все в одной позиции. Мы точно так же закрыты полностью и не можем открыться, поскольку, ну, не можем на вынос, как говорится, работать со столами. Вот ситуация такая, наверное, не только у нас. Там же и музеи находятся, вот, с детства. Вся улица Карла Макс у нас, к сожалению, закрыта, да. Мы об этом... Да, да, да. И вот надо как-то вместе объединяться, наверное, может быть, и уже на арендодателя как-то... Приходите, приходите. Приходите, Михаил Ильич, мы встретимся... Я звонила вчера в промышленную палату, вот, разговаривала по этому поводу, поэтому подготовлю документы и отошлю. Давайте. У нас тоже, кстати, вот слышат и руководители Центра поддержки предпринимательства, наш, Ольга Пошина, я вижу, да, и Татьяна Уталина, торговая промышленная палата, замрухводителя сидит. Мы давайте все вместе, всеми силами подключимся и проговорим. Еще не в обиду Сбербанку, Леша хочу сказать, вот он сказал, что у них есть дочерняя компания, да, Леша, которая готова помочь оказать в тестировании на вирус. Я со своей стороны хочу тоже пропиарить нашу фирму. А сегодня вот утром проводил ВКС Вадим Валерьянович Хромов и сказал, что те организации, которые опубликованы уже на сайте ТПП, да, Сергей Борисович, уже опубликованы, вчера с области была доведена информация, там порядка, по-моему, 13 организаций, большая часть это медицинские учреждения наши областные. Хромов сказал при всех, что если вы заказываете там, я не помню цифру, чтобы не обмануть, больше 100, условно говоря, тестов, выезд будет бесплатный и будут еще скидки на сам один тест. Поэтому читайте внимательно торгово-промышленную палату и пользуйтесь нашими бюджетными услугами. Вопросов больше не вижу, поднятых рук тоже не вижу. Если все, тогда предлагаю завершать конференцию. Видеозапись у нас есть, я думаю, что мы ее в распоряжение торгово-промышленной палаты предоставим также для того, чтобы ее можно было выложить и посмотреть. Если какие-то информационные материалы еще есть, мы готовы выложить их на сайте администрации городского округа. С удовольствием. Коллеги, спасибо всем за участие. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...